Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследовать. Тайны астрологии. Смена гороскопа. Это сделка с дьяволом. Павел Глоба предвидел смерть Игоря Талькова. Ваша жизнь может прерваться, в чем резко и неожиданно. Предугадал распад Советского Союза. Ну вот она, звезда Давида. Но не сможет ли сказать трагедию в собственной семье. Меня потом трясло колотило по смерти очень сильно. Почему серийные маньяки первый раз убивают именно в день солнечного затмения? Затмение, да, затмевает разум. А гороскоп убийцы и жертвы всегда сходятся в одной точке. Жертва и Чикатило, они словно чувствовали друг друга. Что предсказали звезды вдове знаменитого актера Александра Абдулова? Что, почему так именно со мной? Личные астрологи знаменитостей. Бывало, когда не внял советом, но и неправильно поступал. Прогнозы звездочетов. Астролог тоже есть, хоть. Которые слишком дорого стоят. Если бы не он, она сейчас живет. И тайные знания. Мощнейшие оккультные символы. Над которыми одни смеются. А другие плачут. Я залезла в ванну, пучу в горячую воду. Разрезала сердце, руки. Астрология. Я расстроила все тайны. Как часто вы смотрите на звезды? Я сейчас говорю не о себе. Я имею в виду небесные светила, которые освещают Млечный Путь. Астрологи верят, что звезды управляют нами, простыми смертными. И жизнь каждого из нас предначертана гороскопом. Сегодня вы узнаете, так ли это на самом деле. Загадочное исчезновение двух школьниц. Насте Балябиной и Тане Мизиной. В январе этого года потрясло Севастополь. Принцесса. 4 января в каникулы. Патрушки, как обычно, ушли гулять около 11 утра. Родители забили тревогу, когда на улице начало темнеть. 5 часов она должна была быть дома. Почему я начал уже все дело обзванивать, короче, всех оббежал. Балябины сразу заподозрили неладное. Десятилетняя Настя. Тихая домашняя девочка. Коллекционировала наклейки, любила кукол, слушала группу Ронетки и никогда не гуляла подолгу. У меня ребенок никогда не уходил из дома. В Польше, куда они уходили, это в котельную, где работает отец. Соседка Светлана Борисовна вспоминает. Она видела Таню Настю 4 января. Я вот последняя видела девочек, да, перед тем, как они умны. Я тут работаю недалеко. На площади 69-го дома. Женщина утверждает, в то роковое утро девочки были не одни. Выглянув в окно, она заметила рядом с ними мужчину в черном. Светлана отвернулась лишь на секунду. А когда снова посмотрела во двор, там уже никого не было. Это случилось ровно в 11 утра. Светлана Борисовна хорошо помнит, именно в этот момент в Севастополе началось солнечное затмение. Затмение – это действительно сложный момент, когда очень складывается такая достаточно фатальная, тяжелая ситуация на небе. По первоначальной версии следствия, Таня Мизина и Настя Балябина просто заблудились. Девочек видели 4 января около 12 часа дня в районе подземного перехода на проспекте генерала Острякова. Странно, но и в последующие дни многие свидетели сообщали, девочек то и дело видят то в одной, то в другой части города. Они были на Фиоленте, потом их видели на 7-м километре, потом они их видели на Геловане 28. При этом домой подружки не возвращались, и даже следов их найти не удавалось. Вот это надо искать. Дни шли за днями, но ни милиция, ни кинологи, ни многочисленные добровольцы, которые прочесывали город, не могли добиться успеха. Мы пытаемся пройти каждый гараж, каждый уголочек, каждую пещерку, каждый люк, чтобы был какой-то результат. Спустя месяц поисков отчаявшиеся родители вызвали домой экстрасенса, медиума и астролога. А вот эти вещи, которые вы дали экстрасенсам, это что за вещи? Это ее наклейки, она собирала их, она их любила, Винкс они называются. Астрологи выдвинули сенсационную версию. Если кто-то пропал в день затмения, найти его, предлагая все возможные усилия, не удастся. Девочки не только исчезли в день затмения. Одна из подружек, 11-летняя Таня Мизина, родилась в ночь на 12 августа 1999 года. Спустя несколько часов после солнечного затмения. Те, кто родился в день затмения, имеют самую фатальную судьбу среди всех людей. Такого человека практически все в жизни уже предопределено. Почему дети исчезли именно в день солнечного затмения? Новейшие исследования астрологов доказывают, хотите поменять судьбу? Измените дату рождения. Советская историография богата такими примерами. Вождь пролетариата Иосиф Сталин родился в 1878 году. По совету оккультиста Георгия Курджиева, он изменил год рождения на 1879. Именно это, по мнению астролога, и позволило ему стать лидером огромной страны. Мы решили проверить, работает ли методика коррекции гороскопа и что она дает. Личные астрологи были у многих политических лидеров. Рональда Рейгана, Индиры Ганди, Франсуа Миттерана, Адольфа Гитлера. Иосиф Сталин, по совету личного астролога, изменил дату своего рождения. Смотрел гороскоп и сказал, нет, копа, с таким гороскопом ты царем России не станешь. Надо поменять. В действительности Сталин родился 18 декабря 1878 года. Но в официальной биографии вождя писали другую дату. 21 декабря 79-го. Удивительно, Сталин родился в год тигра, но добровольно поменял его на год кролика. Зачем? Он специально выбрал себе дату. Знаменитый астролог Павел Глоба открывает для нас эту тайну. Два гороскопа Сталина и Советского Союза, наложенные друг на друга, дают карту абсолютного космического щита. Глоба показывает, если гороскоп вождя совместит с гороскопом страны, отчетливо видна знаменитая шестиконечная звезда, древний магический символ защиты. Вот она звезда Давида, так называемая. Если бы правители Советского Союза шли бы и дальше по этой пути, начеркнули бы Сталину, то, конечно, это было бы тентарное государство, но оно было бы абсолютно устойчиво к любым внешним воздействиям. Павел Глоба – самый знаменитый астролог России. Меня признали все практически мировые величины в астрологии. Он предсказал распад СССР, приход к власти Владимира Путина, теракт в Америке 11 сентября и смерть Игоря Талькова. Я с Тальковым и не хотел встречаться, это было совершенно случайно. С осмешкой спрашиваю, что там у меня будет, какие там у меня прогнозы. Я только тогда поверю. Сказал, что ваша жизнь может прерваться, в чем резко и неожиданно. И он спросил, когда? Я говорю, ну где-то примерно через год. Разговор состоялся в 90-м году. Талькова убили в 91-м. Только что отстреляли в Игоре Талькова. Николаю Баскову Глоба предсказал развод с женой Светланы Шпигель и расставание с продюсером, а по совместительству с тестем Борисом Шпигелем. Я говорю, что будет перемена, будет большой взлет, будут большие возможности, но придется чем-то рискнуть, а с кем-то расставаться очень болезненно. Певец признает, астролог оказался прав. И с тех пор он его во всем слушается. Я советуюсь по дням, которые удачные либо неудачные. Бывало, когда не внял советом, но и неправильно поступал. В школе Павла Глобы учится Юлия Милославская, вдова всенародно любимого актера Александра Абдулова. Павел Павлович для меня другом быть не может, потому что это прежде всего учить. Учиться к Павлу Глобе Юлия пошла после смерти любимого мужа. Когда у вас что-то болит, вы идете к врачу, к профессионалу, правильно? Огромное количество шарлатанов вокруг. Но про Павла Павловича самые известные люди страны говорят. Он особенный. Почему? То есть у астрологов нашего центра гороскоп стоит в районе 300 евро. Директором астрологического института Павла Глобы работает его дочь Настя. А лично я с ним попался. Можно и не на камеру, ладно? Настя – дочь астролога от первого брака. Знаменитая Тамара Глоба приходится ей мачехой. Многие гениальные люди неслучайно рождаются в определенных местах. Зодиак сулил им вечный союз. Тамара родилась в марте 57-го года, в год петуха. Павел – в июле 53-го, в год змеи – безупречный гороскоп совместимости. Лозунг даже выдвинутый «Свобода, равенство и братство» – это три знака зодиака, связанные со знаками воздуха. Связанные со стихией возника. Почему распалась самая звездная пара страны? Без комментариев. По личной жизни ничего не комментирую. Далее в программе. Почему взрывы в московском метро произошли именно на этих станциях? Мощнейшие оккультные символы. Тайна исчезновения девочек в Севастополе. Найденные, обесрубленные. Гороскоп серийного маньяка. Включается некая программа на убийство. И что говорят астрологи о преступниках? Луна в Водолее предполагает большой человеколюбе, трюризм. Я раскрою все тайны. В 18 веке сподвижник Петра I Яков Брюс предложил использовать модель солнечной системы как основу плана строительства столицы. Спустя 200 лет Иосиф Сталин заинтересовался его трудами и постановил. У столичного метрополитена должна быть зодиакальная планировка. Действительно, кольцевая линия метрополитена состоит из 12 станций, которые соответствуют 12 знакам зодиака. В проекте есть и еще одна станция. И когда построят эту 13-ю, лично я не рискну спуститься под землю. Ован, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Девы. Удивительно, но это факт. 12 знаков зодиака совпадают с 12 станциями кольцевой линии московского метрополитена. Смотрите сами. Как астролог предложил императору новый план строительства Москвы. По преданию, это знаменитый естествоиспытатель и чернокнижник граф Яков Брюс убедил Петра Первого. Москва должна иметь именно такую планировку. По этому же принципу Каганович впоследствии строил метрополитен. Зачем все это было нужно? Станция Таганская, знак Тельца, я сохраняю. И именно на Таганской будет бункер, в котором должна была сохранить себя партийная элита в случае бомбардировок. Вот он, знаменитый бункер Сталина. Он находится под землей на глубине 60 метров. Сооружение построено в 1950 году для советского правительства на случай ядерного удара. Символ древнего Египта – крест Анг. То есть вот кольцо, и под ним перекладина креста. И причем не просто это символ власти, он поддерживает символ Советской Республики, звезду пятиконечную, лучом вверх. Мы спросили главного архитектора проектной организации московского метро. Неужели они всерьез строят по гороскопу? Ну как бы это все начиналось? Николай Шумаков говорит, на самом деле нет объяснений, почему метро построено именно так. У меня уже лет 10-15 лежит такая интересная схема, что на самом деле не 12 знаков зодиака, а красная звезда лежит в центре. Утром 29 марта 2010 года на станции метро Лубянка произошел взрыв. Часом позже на парке культуры сработало еще одно взрывное устройство. Пострадали 40 человек. Астрологи говорят, трагические события не случайно произошли именно на этих станциях метро. В момент теракта Сатурн перешел в первый градус весов, в разрушительный, кстати, очень нехороший градус. Метро парк культуры, где произошел теракт, по словам астролога, соответствует зодиакальному знаку Дева. В тот день, 29 марта, в созвездие Девы вошел Уран. Планета смерти и разрушений. Было и еще одно обстоятельство. Эти теракты произошли на трассе во время так называемой серединной точки между затмениями. Десятилетняя Настя Балявина и одиннадцатилетняя Таня Мизина пропали в Севастополе в день солнечного затмения. Но она была маима, мгновенные дети. Поиски девочек продолжались почти месяц. Практически меня дома не было. Я вот утром как вот проснулась, чай попила, не попила, и в паку. Вот. Приходила домой, уже было темно. Их искал весь город. Десятки добровольцев, лично незнакомых с семьей Настей Тани, но неравнодушных к их горю, обшаривали подъезды, заброшенные пустыри, гаражи. Такое горе может произойти в каждой семье, поэтому нельзя оставаться равнодушным. Милицейские патрули круглосуточно прочёсывали город. Кем-то гуляют. Они, по-моему, гуляли с подростками. Какими-то джиндальками. Следствие выдвинуло версию. Девочки склонны к бродяжничеству. Они загуляли и боятся идти домой. Милиция склоняется к версии, что данные девочки несовершеннолетние находятся у осях у других несовершеннолетних лиц. Я бы не хотел говорить о половой жизни малолетних девочек. Это, по крайней мере, с моей стороны, было бы неэтично. Мама Насти Балябиной возмущена. С чего он взял, что 10-летние дети, 11-летние, могут быть девушками. Астрологи тем временем продолжали собственное расследование. У меня было видение, что у них хрустили кости, были переломаны, кроме того, что у них были ножевые ранения. В школе астрологии Павла Глобы составили натальную карту Насте Балябиной. Индивидуальный астрологический прогноз всей её жизни. Астрологи говорят, в центре натальной карты Большой Крест. Но, как правило, с Большим Крестом люди вообще долго не живут. Астролог Галина Роса подтверждает, такой гороскоп, как у пропавшей Насти, не сулит ей ничего хорошего. Я могу только послаболять, знаете, родители, это очень хорошая девочка. Школьниц нашли 29 января. Севастополь шокирован зверским убийством. Пропавшие почти месяц назад девочки найдены мёртвыми. Их тела были настолько изуродованы, что родители опознавали своих чад по лицам и ногам. Изувеченные тела Насти Балябиной и Тани Мизиной были найдены рядом с городской свалкой. Их обнаружила женщина, которая гуляла с собакой. Сильно большой был контраст тела и головы. И головы. Слишком. Даже вот шея была тоже, знаете, жёлто-зелёная. А вот именно вот сам, как будем говорить, черед, сильно большой контраст. Вообще, моё первое мнение было, что как бы ребёнку отрезали голову, другую пришли. Шокирующий факт. В телах девочек не было крови. Дети были найдены обесхрубленными, разрезаны специальными в области сонных артерий, которые позволяют полностью спустить кровь с человека. Тела обнаружили на разваленных древнего языческого храма. Следствие установило, их убили в другом месте. А сюда принесли уже мёртвыми в спортивных сумках. Вероятно, именно здесь испустили кровь. По городу поползли слухи о человеческом жертвоприношении. Эти дети были убиты как христианские девственницы. Кто совершил чудовищное преступление? Сложилась ситуация космическая на момент 4 января 2011 года. Вот у второй девочки безусловно был шанс спастись, выбраться. И почему их убили именно в день солнечного затмения? Первой жертвой знаменитого серийного маньяка Андрея Чикатило стала 9-летняя Елена Закотнова. Преступник убил девочку 22 декабря 1978 года в день солнечного затмения. Недаром говорят затмение, затмевается разум. Человек действует под влиянием каких-то очень глубинных бессознательных мотивов, которые пробуждаются. включается некая программа на убийство и она действует до тех пор, пока он не выполнит эту программу. Астролог Павел Сверидов уверяет, именно он помогал следствию по делу Чикатило. Насколько я знаю, это, как правило, как исключение участия астрологов в работе следственной группы или криминалистов. Операция Лесополоса самая масштабная в истории отечественной криминалистики. Была собрана информация на 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями. Лесной массив, где был арестован Чикатило, патрулировали военные вертолеты. Розыск убийцы обошелся государству в 10 миллионов советских рублей. В поле зрения попадали разные лица, которых проверяли на возможную причастность к этим преступлениям. Но всякий раз получалось, что эти лица были не причастны к этим преступлениям. Астролог Павел Сверидов подошел к поискам убийцы с другой стороны. Он очень удачный. Парс Фортуны у него в доме личности. То есть он очень уходил мастерски от всех засад. Сверидов уверяет, гороскоп убийцы и жертвы должен всегда сходиться в одной точке, чтобы вычислить это совпадение. Астролог запросил время рождения с точностью до минуты основных подозреваемых и всех жертв. Только у одного человека все совпало. Это и был Чикатило. Жертва и Чикатило они словно чувствовали друг друга. Они находили и выходили друг на друга. Это персональный гороскоп Андрея Чикатило, составленный астрологом Сверидовым в тот день, когда маньяка задержали. Марс у него поражен. Он размыт Нептуном. Нептун это еще и кровь. Поэтому когда он чувствовал кровь, то он получал удовольствие. Он получал некий оргазм. Астролог уверен, убийцами рождаются они становятся. Тяга к преступлениям у них на роду написана. Неужели действительно в обычном гороскопе зашифрованы подсознательные желания человека? Мы проверим, насколько точны в своих гороскопах астрологи. Это съемка пресс-службы ГУВД Москвы. Сотрудники полиции задержали этих двух братьев за разбойное нападение. Двое неизвестных преступников угрожая ножом открыто похитили мобильный телефон. Вот первый задержанный. Сергей Илья Анатольевич из 93-го года 30-го августа. А это индивидуальный гороскоп составленный по дате рождения этого молодого человека. Итак, 30-е августа 93-го года. Это человек, который способен примирить всех вокруг себя, способен улазить какие-то противоречия, достичь договоренности, компромисса с людьми. Такой вот в каком-то в хорошем плане и трудоголик, то есть человек очень трудолюбивый, очень деятельный. Действительно, трудолюбие и деятельность Сергея Цирна поражают. Пришел один мужик телефон хотел продать. Я его взял, поставил в карман, вышел на улицу и лежал. Но астролог, глядя в гороскоп, уверяет, Сергей Цирн хороший человек. Луна в Водолее предполагает большое человеколюбие. Человеколюбие, альтруизм. А это брат Сергея Цирна Павел. В тот вечер они грабили вместе. Сергей Николаевич, 9-го, 0-4, 77-го. Любит комфорт, роскошь, возможно, уют. И умеет создавать этот уют для своих окружающих, для своих близких. Задержанный действительно любит уют. Российских тюрем отсидел пять лет. Освободились, когда? В 2001. Что за статья была? 146-го. Последнее предсказание астролога звучит пророчески. Ему необходимо заниматься тем, вот к чему у него лежит душа, своим призванием. Эксперимент показал, гороскоп не всегда является зеркалом души. Но почему тогда люди уже несколько тысяч лет доверяют астрологическим прогнозам? Этот год начался неудачно. 4 января Юпитер и Уран были в соединении с черной луной. Астрологи имеют в виду апогей лунной орбиты. В этот момент луна наиболее далека от Земли. В разных астрологических традициях черной луной связывают грехи, дурную карму и даже меру зла, якобы доставшуюся из прошлых жизней. Может, это и есть судьба? В середине 90-х бухгалтер Лариса Кольцова стояла в очередях, чтобы попасть на прием к астрологу. Ломом ломились, ломом все, туда надо было записаться, где-то поблагодарить. Ларисе изменял муж, она пожаловалась на это астрологу. Тот посоветовал воспользоваться методикой коррекции гороскопа, поменять дату рождения. С тех пор, как в паспорте появилась новая дата, жизнь Ларисы пошла под откос. Умер муж, заболела дочь, она начала пить. Если бы я сейчас встретила этого астролога, я бы на эту авантюру никогда не поддалась, наверное, и хотелось бы ему все высказать по поводу моей перемены в жизни. Может ли смена даты рождения в паспорте изменить и судьбу человека? Мы проводим эксперимент. Астролог Константин Дороган смотрит дату рождения Ларисы Кольцовой. О ее судьбе заранее мы ему ничего не сообщаем. Родилась она 26 января 1954 года. То смолу попробую. Астролог нас сразу поражает. Все превратности судьбы этой женщины, оказывается, были у нее на роду написаны. Измены, предательства, ненадежности отношений. У нее партнерские отношения в гороскопе вообще тема непростая. Даже час ее рождения сулил неприятности. При времени 23-30 плюс-минус 5-10 минут у нее есть фармакологическая или медицинская или наркотическая зависимость, и в жизни у нее будут трудности из-за этого. Лариса действительно мечтает избавиться от алкогольной зависимости. Неужели астрология работает? И звезды могут указать путь каждому из нас? Далее в программе. Почему Дима Билан больше не верит в гороскопы? Предсказать вам судьбу. Хотите? Что астрологи обещают молодым родителям? Лунок родится по уродам. Как звездочеты лечат от рака? Антиплутонианские механизмы. И как калечат? У меня недавно умер брат, хоронили его. Какую судьбу астрологи предсказывают Роману Абрамовичу? Этот человек бизнесом заниматься не может. И что приготовили звезды для столичного бездомного? Продукты роскоши, богемность. Уникальный эксперимент программы. Я расстрою все тайны. В Голливуде звезд больше, чем на небе. А среди звезд есть и свои астрологи. В их числе Джеки Сталлоне, которая приходится матерью Сильвестру Сталлоне. Ее услугами пользуются такие заокеанские знаменитости, как Дэвид и Виктория Бекком. Отечественные звезды не отстают от голливудских. Выбирая день свадьбы, Лолита Милявская советовалась с личным астрологом Мадонны. А певица Ирина Аллегрова планирует гастроли по гороскопу Павла Глова. У меня нет личного астролога. Я общаюсь со звездами напрямую. В этом клипе начинающая фотомодель Юлиана впервые снялась со знаменитым певцом Димой Биланом. Знаете, три года назад я еще не могла поверить в том, что у нее будет своя квартира в центре Москвы. 19-летняя Юлиана Крылова жила в Томске и мечтала о карьере фотомодели. Астролог предсказал ей встречу с человеком, который полностью изменит всю ее жизнь. И вскоре она познакомилась с Димой. С Димой Биланом у нас исключительно дружеские отношения были. Газеты писали об их романе. Юлиана появлялась вместе с Димой на всех светских раутах. Однако сегодня звезды отвернулись от нее. Вот эта фотосъемка была у меня вот на карте она переручена к последнему моему стилю в сел бизнесе после съемки с Димой Биланом. Дима не выходит на связь и не спешит ей отвечать. Ничего не было на телефон. Мы спросили популярного певца о том, почему он не отвечает на телефонные звонки недавней фаворитки. Услышав имя Юлианы, артист торопится уйти. Возможно, вы не даете мне пройти? Вы не даете мне пройти? Что стало причиной разрыва звездной пары? Какую плату взимают звезды за удачу и успех? Знаменитый балерине Анастасии Волочковой астролог в 2005 году предсказал тяжелую травму. Я жила пять лет под гнетом, потому что мне предсказали события, которые не случились в моей жизни. С тех пор Анастасия не верит в гороскопы. На мой взгляд, вообще гороскоп составляется вот на данную минуту жизни человека. Если я изменю сама свое сознание и свое отношение в свою жизнь, то завтра тот же самый человек составит мне гороскоп и он будет уже другим. Основатель школы научной астрологии Сергей Безбородный заявляет, не все так просто. Чтобы составить правильный гороскоп, нужно знать точное время рождения человека. За каждую минуту времени над горизонтом восходит 4 градуса. То есть, если ошибка 10 минут, то это уже 40 градусов. Гороскоп, составленный с точностью до минуты, говорит астролог, помогает лечить тяжелые заболевания. Одна дама, у которой был диагностирован рак языка, причем в третьей стадии, благополучно прооперирована, у нее нет никаких метастазов и она идет на поправку. Безбородный показывает, этот знак бесконечности лечит рак в четвертой стадии. Человек, который смотрит на эту картину, у него активизируются антистрессовые или, как говорят астрологи, антиплутонианские механизмы. Нужно смотреть каждый шарик, каждый шарик, каждую вот тут запятушечку. У Марины Гентя серьезное заболевание крови, лимфолейкоз. В натальной карте Сергей Дмитриевич посмотрел, он сказал, что не мое это, излечиваешься ты. Марина лечится с помощью рисунка знака бесконечности и этих пластин. Пластиночки эти помогают. Астролог разработал для женщины схему приема необходимых лекарств. Я пью сейчас железосодержащие и пью в определенное время. Я пью именно в часы Марса. Марина верит, звездочет, знает, что говорит, ведь он помог стольким людям. Но как только выключается камера, женщина признается, уникальная пластинка астролога не спасла от смерти ее родного брата, страдавшего тем же заболеванием. У меня недавно умер брат, мы похоронили его в понедельник. И я ему одно такое купила и подарила. Сколько еще людей погибло, слушая обещания астрологов? По данным ГУВД в одной только Москве за год от мошенничества предсказателей страдает не менее 15 тысяч человек. Из них четверть пострадавшие от дипломированных астрологов. Сертификат специалиста им выдают не вузы, а представители многочисленных астрологических школ. Расследование корреспондента Кирилла Малахова. Для построения натального гороскопа астрологи используют место, дату и точное время рождения человека. Они утверждают, что этой информации достаточно для того, чтобы с максимальной точностью определить характер, способности и судьбу человека. Для нескольких астрологов я подготовил абсолютно одинаковое задание. В моих руках информация о дате времени и месте рождения двух человек. В конверте номер один данные на Романа Абрамовича, личное состояние которого оценивается в 11 миллиардов долларов. Во втором персональная информация на бомжа Олега Трофимова. Я родился 24 февраля 1952 года. Бывшего следователя, как утверждает Олег. Я юрист профессиональный, посадил много людей. Итак, мы знаем, чьи данные находятся в каждом конверте, а испытуемые астрологи нет. Внимание, описание человека под номером один. Это Роман Абрамович. Этот человек бизнесом заниматься не может. Как бы свой бизнес ему открыть сложно достаточно будет. Есть способности быть в искусстве раскрученным очень сильно. Руководитель театра, например. Конверт номер два. Столичный бездомный, а в прошлом гроза преступности Олег Николаевич Трофимов. Он заряжен на философский взгляд на мир и на свой бизнес. Продукты роскоши, богемность некоторую может обеспечивать. Такой человек интеллектуал, белый воротничок вот такой вот. По-моему, подводить итоги бессмысленно, что называется найдите десять отличий. Похоже, что и Роман Абрамович, и московский бездомный Олег Трофимов из этого эксперимента узнали о себе и астрологии неожиданно много нового. Далее в программе. Что обещают астрологи молодым родителям? Думаю, как родиться уродом. Как часто сбываются их предсказания? Я залезла паром, разрезала все руки. Зачем Павел Глоба обманул Юлию Тимошенко? Косу отрастила, будет президентом. Почему звезды не сохранили брак самого астролога? У меня тоже было несколько жен. И как сложилась судьба астрологического близнеца Анны Чапман? Такая, смотрите, длинная шея, представляете, такая же. маленький род, небольшой. Я расстрою все тайны. Это звезда. Эдику Орлову три с половиной года. Он уже знает, что такое звезда. Но пока даже не догадывается, что звезды запрещали ему появиться на свет. В губочки, в губочки, мама, надо целовать. Аннетта Орлова накануне беременности серьезно болела. Врачи так и не смогли поставить диагноз. списывали на хроническую переутомляемость. Врачи даже говорили, а можешь ли ты выносить, может быть, лучше прервать беременность, чтобы на твоем общему здоровье не отразилось. Но вопрос об аборте на семейном совете даже не поднимался. Конечно же, рожать, а как еще? Несмотря на внутренние опасения, всю беременность Аннетта чувствовала себя хорошо, пока случайно в гостях у родственников не встретила астролога. Эта дама пришла, разложилась с ноутбуком, рассказывала, ребенок родится уродом. Будущие родители были в шоке. У Аннетты шел седьмой месяц беременности. Мальчик появился на свет совершенно здоровым. Для того, чтобы манипулировать людьми и человеком в частности, необходимо его прежде всего напугать. Так действует цыгань. Так действуют и астрологи. Я знаю, Маль, что ты меня дождешься. Я знаю и поэтому живу. Я жду, когда ты прикоснешься своей рукой к моему лицу. Продавец Маша Иванова перечитывает письма от любимого Юры несколько раз в день. Накануне свадьбы жених попал в тюрьму и отбывает наказание ему еще два года. Теперь висит до сих пор в шкафу. Свадебное платье теперь неизбывшаяся мечта и напоминание о визите к астрологу. Она предсказала, что через два года у тебя родится ребенок, ты встретишь человека, у него будет хороший бизнес. Астролог на первый взгляд оказался прав. Маша действительно встретила Юрия, успешного бизнесмена. Но за три недели до свадьбы жениха приговорили к пяти годам колонии за мошенничество. Мария уже была беременна. Слезы, нервы, бессонные ночи. Накануне суда случился выкидыш. Я залезла в ванну, включил горячую воду, разрезала себе все руки, меня отвезли в больницу. Почему, составляя индивидуальный гороскоп Марии, астролог пропустила все эти трагические события? И вообще, влияют ли на самом деле на человека небесные светила? Астрологи утверждают, как только злые планеты в гороскопе человека становятся активными, это тотчас же отражается на его самочувствии. Сейчас я проверю, что происходит на самом деле. Анастасия согласилась принять участие в моем эксперименте. Ей 25 лет. Она работает пиар-менеджером в банке. Без астролога не ступит и шагу. Я считаю, что звезды и астрология реально могут влиять на судьбы. По моей просьбе Настя сходила к личному астрологу и выяснила для себя самое неблагоприятное время на предстоящей неделе. Сказала, что в пятницу во второй половине дня, где-то в 21.15 Сатурн войдет в мой дом и возможно резкое ухудшение здоровья. Ровно за час до назначенного астрологом времени мы подключаем Анастасию к полиграфу. Аппарату, который фиксирует все изменения в организме, человека. Почувствует ли девушка влияние планеты Сатурн? Интересно, что будет происходить так сказать внутри организма Анастасии. Такими кривыми на мониторе фиксируется состояние девушки. Верхнее дыхание, нижнее дыхание, запотевание пальцев, кровяное давление. Для чистоты эксперимента мы решили Анастасию вести в гимнатический сон. Закрыли глаза и начинаем расслаблять мышцы головы. Сейчас 21 час 15 минут. Именно в это время по прогнозам астрологов в зодиакальный знак Девы, это зодиакальный знак Анастасии, должна войти самая несчастная планета. Планета зла и смертей Сатурн. Проходит минута, две, десять минут, пятнадцать. Похоже, на Анастасию никак не влияет Сатурн, находящийся в ее доме. А будет ли она реагировать на внешние раздражители? Я включаю сотовый телефон. Слабое электромагнитное излучение, на которое организм спящей девушки немедленно реагирует. То есть, это желтая дыхание Насти. А желтая линия это показатель чего? Планетическая реакция по той отделению. Сатурн – планета несчастья и болезней. В течение всего нашего эксперимента она находилась в звездном доме Насти. Но мы только что убедились в том, что организм девушки на это никак не реагировал. На счет три делаем глубокий вдох и открываем глаза. Один, два, три, вдох. В науке о звездах есть такое понятие, как астрологические близнецы. Если верить этой теории, двоих человек с одинаковой датой, одинаковым временем и местом рождения ждет одинаковая судьба. Я родилась 23 февраля в Волгограде в 8 часов утра. У меня есть астрологическая близняшка – девушка, родившаяся в одном месте в один день и в один час со мной. Если верить астрологам, наши судьбы должны быть абсолютно идентичны. Проверим. Острые шпильки, стройный силуэт и вся в черном. Тоже девушка-загадка. Нина Мирошникова родилась в Волгограде так же, как и Анна Чапман в день защитника Отечества. Папа мой ожидал, как раз, что я появлюсь на свет именно 23 февраля, хотя ждали меня 22-го. Ну, вот так вот решили, что будет папе подарок на его праздник. Они родились не только в один год, один месяц и один день, но и в одно и то же время в 8 часов утра. Удивительно, они похожи даже внешне. Такая, смотрите, длинная шея, такая же, маленький рот, небольшой, волосы вот очень похожи. У Анны Чапман, по-моему, они тоже волнистые. Обеим без труда даются иностранные языки. У вас есть теория, что в таком «сорми-поуде» знание языка это мое основное призвание. Мне очень хочется работать именно в той сфере, где нужный язык, английский язык. На этом сходство заканчивается. Нина работает рядовым менеджером в торговой фирме. Ничего общего с телевидением, тайнами и мистикой. Счастливо браки воспитывают двухлетнюю дочь. Потрясающе, красивый ребенок. Похож на меня в детстве. Чтобы выводы сделали сами астрологические близняшки, Анна и Нина связались по скайпу, чтобы посмотреть друг на друга и решить, насколько они похожи. Привет, мне очень приятно. Привет, Аня. Очень приятно увидеть. Цели и планы на будущее у них совершенно разные. Воспитывают маленькую дочку. Пока что это является основным моим планом. Моя амбиция, это извините, меня. Они родились в одном городе в один день и один час. Но их судьбы сложились совершенно по-разному. Далее в программе. Зачем Павел Глоба обманул Юлию Тимошенко? Косу отрастила, будет президентом. И почему звезды не сохранили брак самого астролога? У меня тоже было несколько жен. Кто попадается в руки астрологов-мошенников? Люди, которые мнительны. И почему уже несколько веков подряд звезды управляют нашим сознанием? Вы управляете планету. Я расстрою все тайны. 2011 год вряд ли может быть каким-нибудь урожайным на катастрофы, на страшные потрясения, на тяжелые даже техногенные какие-то аварии. Будет некий остров безопасности. Даже у Павла Глобы астрологические прогнозы нередко бывают ошибочными. Мы спросили, как же так вышло с 2011 годом? Звезды же обещали остров безопасности. Астролог говорит, он имел в виду только нашу страну. Я сказал, что у России будет остров безопасности. А как же это предсказание? Косу отрастила, теперь вот ждет, когда ее позовут на президентский срок. Будет президент? Это насчет того, что Юлия Тимошенко победит на президентских выборах. Она может стать руководительницей целого государства. Сейчас астролог говорит, он имел в виду совсем другое. Я не ошибся. Я ей говорил, что она победит только если будет, если она соответствует... Она же будет машинка. Ну да, да, да. Если будет светлая программа, если она та, за которую себя выдает, она обязательно победит. Если не та, значит проиграет. Семейный гороскоп Павла и Тамары Глобы, обещавший счастья на века, тоже на поверку оказался ошибочным. У меня тоже было несколько жен, которых я всех очень любил. Эта тема единственная, которую сейчас категорически не комментирует словоохотливый астролог. У вас была звездная пара с Тамары? Без комментариев. По личной жизни ничего не комментирую. Заставить гороскоп, которому поверит любой человек, может каждый. И сейчас я докажу это. Известный психологический феномен под названием эффект Барнума. Человек склонен принимать на веру любые утверждения, если ему заранее сказать, что они получены при помощи сложных научных манипуляций. К астрологам обращаются те люди, которые мнительны, которые не уверены в себе. Фокус-группы для эксперимента я собрал прямо на улице, предлагая прохожим бесплатно составить точный гороскоп на сегодняшний день. Каждому из них я раздал анкеты, в которых требовалось указать дату и место рождения. Обычно такую информацию запрашивают астрологи для составления гороскопов. Но эта информация мне не потребуется. Я написал первое, что пришло мне в голову. Главное, чтобы прогноз был позитивным. Кстати, и он. Что-то типа у вас будет экзамен на терпение, но вы его выдержите, а вечером хорошо отдохнете. Для того, чтобы мой прогноз в глазах аудитории выглядел весомей, я пригласил с собой редактора программы. Правда, собравшимся, я представил ее как профессионального астролога. Я очень давно занимаюсь астрологией и достаточно известный человек в узких кругах. Итак, момент истины. Раздаем всем одинаковые гороскопы. Не скажешь, что я думаю? В минимальной шкале какую бы оценку вы поставили? В момент сейчас пять. То есть все соответствует? Ну, из-за того, что там описано, уже с вами произошло все. Ну, вот про экзамен на терпение это в точку. Вот прям. Прям в точку. Некоторым участникам эксперимента редактор программы дает эксклюзивные рекомендации. Многие астрологи за такую информацию деньги берут. Вы хотите с помощью астрологии разобраться в вашем прошлом? Мне интересно, скорее, узнать какие-то там обстоятельства рождения. Вы можете свою жизнь управлять с помощью астрологии. Люди верят Екатерине, что бы она ни говорила. Вам управляет планета, да? И все зависит от того, в каком положении относительно Солнца стоит эта планета, с какими сейчас планетами она пересекается на свободной облице. Какая планета зашла в ваш дом? И это влияет на ситуацию в вашей жизни. Ну, я же вы согласны. Поразительно, но ни один участник эксперимента не усомнился в том, что гороскоп составлен специально для него. Мне кажется, что вот я там видела что-то такое, что вот кардинально мне не соответствует. Моему гороскопу участники эксперимента поставили среднюю оценку 4,5 балла из 5. А теперь я предлагаю им обменяться астрологическими прогнозами. Вы можете снова поменяться в прогнозе? А я не знаю, да, абсолютно. Вы предлагаете не верить в это все? Верить или не верить астрологам дело каждого. Но мой эксперимент наглядно показал, составить точно индивидуальный гороскоп может любой. И для этого не надо обладать специальными знаниями. Это фрагмент фильма памяти Насте Барябиной. Его сделали добровольцы, принимавшие участие в поисках и потрясенные зверским убийством девочек. Настю и ее подружку Таню Мизину отпевали в храме всех святых. Одноклассницы Насте и Тане не могут поверить в случившееся. Мы с Настей хотели стать дизайнерами. Да, и мы вместе вставали после школы. Танюша, ты знала? Да. Какая она была? Очень хорошая, добрая. На похороны школьниц пришло более трех сотен человек. Горожане возмущены случившимся. Кто совершил это чудовищное преступление? Говорят, что сатанинская какая-нибудь организация. Нормальный человек разве может? Тем более маленький все-таки здесь. Неужели Таня и Настя стали жертвами кровавого ритуала? Черная луна у нее в стрельце, а стрелец подразумевает какие-то религиозные направления либо что-то связанное с религиозными сектами. Но экстрасенсы не согласны с мнением астрологов. Это однозначно не было ритуальное убийство. Вот, то есть, эта версия не выдерживает никакой критики. Пока астрологи спорили, следователи опрашивали свидетелей. У нас вот во дворе сделали качели. Ну, у меня Таня, когда после школы с девочками там играла, она мне сказала, что познакомилась с какой-то сторожем из детсада. С радостью говорила. Преступление совершил педофил, работавший сторожем в детском саду и его сожительница. Такова версия следствия. Вот, что говорили астрологи. Это не серийный маньяк или насильник. Это человек, знакомый отца носки. Если кто-то пропал в день затмения, найти его не удастся. Но эти версии оказались несостоятельны. Веками люди верили. У каждого своя звезда. И никто не знал, что невооруженным глазом можно увидеть лишь три тысячи небесных светил. Они дарят надежду и освещают наш путь даже в кромешной тьме. Кто-то мечтает дотянуться до звезд, а кому-то они падают прямо в ладони. Если вы загадываете желания, они обязательно сбудутся, даже если это не написано в гороскопе. Я, Анна Чапман, продолжаю исследовать чудеса. И мы увидимся с вами ровно через неделю на телеканале РЕН-ТВ. Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно.